Здравствуйте, ребята! Тема нашего урока – квадратичная функция и ее график. Сегодня на уроке мы познакомимся со свойствами квадратичной функции вида у равная ах квадрате плюс bх плюс c при а не равном нулю. И научимся строить график квадратичной функции вида у равная ах квадрате плюс bх плюс c, а не равно нулю. Итак, функция вида у равная ах квадрате плюс bх плюс c, где а не равно нулю, называется квадратичной функцией. Рассмотрим построение графика квадратичной функции. В выражении ах квадрате плюс bх плюс c равное нулю мы выделим полный квадрат. Для этого вынесем за скобку множитель а. В результате получим а умноженное на х квадрате плюс b деленное на а умноженное на х и плюс c деленное на а. Далее мы умножаем и делим на 2 таким образом, чтобы получить удвоенное произведение одного числа. Далее прибавляем и отнимаем квадрат второго числа. Далее мы группируем слагаемые, чтобы получить формулу сокращенного умножения. И используем данную формулу, чтобы выделить квадрат двухчлена. В результате мы привели функцию у равное ах квадрате плюс bх плюс c, где а не равно нулю, к виду у равное f от х плюс n и плюс m, где n равно b деленное на 2а, а ам равно минус b в квадрате минус 4а с деленное на 4а. Вывод. И если b в квадрате минус 4а с деленное на 4а будет меньше нуля. или вверх. В результате мы используем параболы у равное х квадрате плюс bх плюс c, где а не равно нулю, является прямая, заданная уравнением х равная минус b деленное на 2а. Рассмотрим такой пример. Найдем координаты вершины параболы у равное 3х в квадрате плюс 6х минус 4. Для этого мы воспользуемся формулой для нахождения координат вершины параболы. Наши функции значения коэффициентов а, b и c равны 3, 6 и минус 4 соответственно. Найдем координату абсциссы. Для этого формулу минус b деленное на 2а мы подставляем известные значения b и а. И получаем координата абсциссы равна минус 1. Найдем координату ординаты. Для этого формулу подставляем известные значения и получаем значение ординаты равно минус 7. Значит вершиной параболы будет точка m с координатой минус 1 и минус 7. Итак, в следующем задании, выделив квадрат двучлена и построив график функции f от x равной x в квадрате минус 4, x минус 1, найдем значение функции, значение аргумента, нули функции, промежутки знака постоянства функции, вершину параболы и ось симметрии. Итак, выделим полный квадрат двучлена. Для этого мы трехчлен x в квадрате минус 4 и x минус 1 представим таким образом. x в квадрате мы переписываем. Далее записываем удвоенное произведение первого выражения на второе. И плюс нам нужен квадрат второго выражения. Мы записываем 2 в квадрате, это 4. Далее 4 минус 5 будет равно минус 1. Значит, мы выделяем полный квадрат и получаем x в квадрате минус 4, x минус 1 будет равно x минус 2, все в квадрате, минус 5. График функции f от x, равное x минус 2 в квадрате минус 5 мы получим из графика функции y, равное x в квадрате, сместив его на 2 единицы вправо вдоль оси Ох и на 5 единиц вниз вдоль оси Оу. Построили график функции f от x, равное x в квадрате минус 4х минус 1. Далее находим значение функции при x, равном 0,5, или f от 0,5. По графику функции мы видим, что значение функции приблизительно равно минус 2,75. Далее находим значение функции f от 3,5. По графику мы видим, что при x, равном 3,5, y будет равно минус 2,75. Итак, найдем значение аргумента при известном значении функции. Значение функции у нас равно 4, значит, аргумент будет равен минус 1. В данной точке значение функции равно 4, мы опустим перпендикуляр и получим значение аргумента, равное 5. Аналогично получим. Значение функции равно 11, значит, значение аргумента равно минус 2. В данной точке значение функции равно 11, получаем значение аргумента, равное 6. При этом обратите внимание, единственному значению аргумента соответствует единственное значение функции. При этом единственному значению функции соответствуют два значения аргумента, так как парабола имеет ось симметрии и точки расположены симметрично относительно данной оси. Найдем нули функции. При х, приблизительно равном минус 0,2, у равно нулю. И при х, равном приблизительно 4,2, у будет равен нулю. Далее определим, когда значение функции принимает только положительные или только отрицательные значения. Итак, по графику функции мы видим, что функция принимает положительные значения от минус бесконечности до минус 0,2. То есть график функции расположен над осью ОХ. Далее, опять же, положительные значения функция будет принимать на промежутке от 4,2 до плюс бесконечности. На данном промежутке график функции тоже находится над осью ОХ. Значение функции будет отрицательным на промежутке от минус 0,2 до 4,2. Посмотрите внимательно. На данном промежутке значения функции отрицательны и график функции расположен ниже оси ОХ. Найдем вершины параболы. Вершиной параболы является точка М с координатой 2, минус 5. Ось симметрии параболы прямая параллельная оси ОУ – это Х, равная 2. Рассмотрим алгоритм построения квадратичной функции. Первое. Нужно построить вершину параболы на координатной плоскости, вычислив ее координаты х0, у0 по формулам нам известным. Далее провести через вершину параболы точку х0, у0, прямую х0, равная минус b, деленная на 2а, параллельную оси ординат, которая является осью симметрии параболы. Далее необходимо найти нули функции, если они имеются. Для этого нужно решить уравнение АХ квадратик плюс БХ плюс С равно нулю и найти корни Х1 и Х2. Отметить на координатной плоскости эти точки с координатами Х1, 0 и Х2, 0. Далее отметить еще две точки симметричные относительно параболы. Для этого взять произвольно два значения аргумента Х, симметричные относительно абсциссы вершины параболы, точки Х0, и найти соответствующие им значения функции. Далее соединить отмеченные на координатной плоскости точки и получить параболу. Рассмотрим такой пример. Построим график функции f от х, равная 3х в квадрате минус х плюс 2. Выпишем коэффициенты А равно 3, В равно минус 1 и С равно 2. Вычислим координаты вершины параболы. Х0 будет равно 1,6, у0 будет равно 1,1112. Находим ось симметрии параболы. Х0 равно 1,6. Найдем нули функции. Найдем значение функции при у, равном нулю. Для этого решим квадратное уравнение. 3х в квадрате минус х плюс 2 равно 0. Находим дискриминант. И в данном уравнении дискриминант будет меньше нуля. Это означает, что график функции не имеет точек пересечения с осью ОХ. Отметим две точки, симметричные относительно оси параболы. При х, равном 1, если мы подставим вместо переменной х значение, равное 1, мы получим значение у, равное 4. И аналогично, если мы подставим функцию вместо значения х, значение минус 2 третьих, мы получим значение функции, равное 4. Отметив данные точки на координатной плоскости, мы получим график искомой функции. Подведем итог урока. Сегодня на уроке мы познакомились со свойствами квадратичной функции вида у равное х квадрате плюс bх плюс c, где а не равно 0. Научились строить график квадратичной функции у равное х квадрате плюс bх плюс c, где а не равно 0. На этом, ребята, наш урок подошел к концу. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...